Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Первый взгляд мы посмотрим очередную свежевышедшую игрушку, на этот раз это Insanely Twisted Shadow Planet. Что это за игра? Это просто визуальное пиршество какое-то? Я не знаю, просто как это описать, но на мой взгляд это прекрасно. Суть в чем, эта игра вышла где-то наверное с полгодика назад в сервисе Xbox Live, ну то есть на приставке Xbox, получила кучу наград. Я эту игру жду с момента ее анонса, это было по-моему в 2008 году, потому что игру делают довольно-таки маститые люди. Кто именно, я опять вам не скажу, ну то есть вы можете погуглить, но поверьте мне, эти люди сделали очень много именно в плане дизайна. Что с собой представляет эта игра? Эта игра по сути является клоном такой игры как Metroid, если вам что-то говорит это название. Но при этом в ней достаточно своих черт, чтобы она получила кучу наград от разнообразных изданий. Metroid стилистика это, давайте я вам поясню, это такой 2D скроллер, в котором вы можете перемещаться по большому открытому миру, куда вам угодно. При этом у вас постепенно открываются какие-то новые способности, с их помощью вы можете попадать в новые места на старых локациях. То есть постепенно идет прогресс у вашего, в данном случае, кораблика, в Metroid это был, собственно, наш костюм. Такое же было в древней игре, ну как древней, на PlayStation 1 игра была Castlevania Symphony of the Night, которая успешно тоже копировала стилистику Metroid'а. И если вам что-то говорит это название, то вы примерно представляете, что из себя представляет и эта игра. Ну, собственно, давайте начинать. Я уже успел маленько, ну, включил, то есть пока настраивал звук, чтобы разобраться с управлением. Но вообще я в эту игру не играл. У меня просто нет времени в нее играть, как вы знаете, у меня 4 прохождения сейчас идет. У меня даже просто нет времени в интернете полагать, эти 4 прохождения, я никогда за них не брался, но просто живут время со страшной силой. Солнечной системой местной, в которой живет наш главный герой, приключилась незадача. Какая-то черная, извиняюсь, херь, влетела в местное солнце. В результате вся солнечная система покрылась страшными черными, как это назвать-то, болячками, миазмами, тому подобными гадостями. Наша задача очистить мир от всего этого. Вот, собственно, она летит. Как видите, с визуальной точки зрения все выглядит очень круто, то есть вы уже могли оценить, на мой взгляд, насколько это шикарно. Именно с стилистической точки зрения. Это, конечно, не Джорни, где просто там смотрел на картинку и улыбался. То есть с экрана сочилось тепло. Но это выглядит все равно, согласитесь, просто прекрасно. Подкрепляется очень хорошей музыкой, ну и геймплеей тоже, конечно. Такие дела. Игра вышла 17 апреля. В сервисе Steam продается за 300 рублей. Так что, если вам такое нравится, то бегом покупать. Только не качайте, пожалуйста. Если вы будете качать, чем больше вы будете качать, тем меньше у таких хороших игр будет выходить в Steam. Разработчики будут, как вон те же разработчики Феза, который сейчас вышел в Xbox Live, делать игру эксклюзивом приставки от Microsoft, а вы будете сидеть и ныть, что вот на нашем компьютере не выпускают хороших игр. Их не выпускают, потому что вы все пиратите. Тут, в принципе, сказать-то особо больше нечего. Так, вот, в общем. Я не знаю, я, возможно, это видео выйдет 17 апреля. Я, конечно, не уверен на 100%, но, скорее всего, я его на ночь поставлю заливаться, и вы его увидите уже 18. Так что, возможно, это будет так. Пока что у нашего кораблика все, что есть, это, собственно, вот этот вот прибор дистанционного управления, что ли. Так, ну вот это я знаю, я дальше, я не знаю, что делать. Я в нее успел поиграть на момент выхода, это, по-моему, где-то ноябрь был. Успел поиграть в нее на Xbox, но, как вы знаете, у меня Xbox нет, я последний продал, до этого у меня они сгорали успешно. Короче, поиграл, мне понравилось, но очевидно было, что игра выйдет на компьютере через некоторое время, поэтому я решил подождать. Как вот сейчас, очевидно, что тот же Фез, про который я только что говорил, что он, скажем, где-то через полгодик, когда основную кассу на Xbox соберет, пойдет опять на ПК. Что меня не радует в этой игре, сразу не понравилось, то, что она использует сервис Games for Windows Live. Я ненавижу этот сервис, с ним постоянно какие-то проблемы. У многих просто игры не сохраняются. У многих вообще и не устанавливаются. У многих не запускаются. Так, наша точка направления где-то вот здесь. Пока что мы еще не одни, то есть наши товарищи пытаются отбиться от этой напасти, еще не понимают, что происходит. Вот видите, ребятки пытаются понять, что это защупальца. Попробуем просканировать. Видимо, нужен какой-то удар или какая-то пушка, я не знаю. Я не знаю, что делать, возможно, сейчас начнутся затупы. Но будем разбираться вместе с вами. Я как обычно вам покажу первые полчаса игры. Ага, а вон там наверху что-то хорошее. Так, ну нам, может, туда наверх нужно. Хотя сомневаюсь. Кстати, рекомендую всем, у кого есть возможность играть на геймпаде от Xbox 360, либо на аналогичных, которых на компьютере полно, потому что игра заточена в первую очередь под него. Правым стиком вылетаете, левым направляете свою штуку, как это назвать, дистанционку. То есть все именно подвешено так, чтобы вам было удобно на геймпаде. У меня геймпад уже давно лежит пылиться, я его со времен, собственно, Какой игры-то? Современская Рима, по-моему, не расчехлял. Так, это у нас какие-то поросли. Наконец-то я рад, в общем, применить свой геймпад опять в деле. Так, мне, я так понимаю, отсюда как-то нужно пролететь, что ли. Так, давай. Ой, тихо. С физикой в игре все хорошо. Опять же. Вот эти всякие штучки, вот эти вот детальки такие, они, казалось бы, ничто не делают, собственно, но при этом очень хорошо влияют на восприятие мира. Так, я надеюсь, я правильно лечу. Как тут карты-то посмотреть? Так, ну, в общем, вот такие дела. Мир всем знакомым с метроидом будет примерно знакомо вот это деление на кубы. Но здесь это деление на кубы, оно условное. Там, если был кубик, то ты по этому кубику бегал. А тут просто карта на кубики поделена. А так-то сама карта довольно плавно перетекает от этих пещер и все. Вообще, нам придется побывать во многих местах. Вот тут, как видите, полно всякого разного. И это далеко не все. То, что открыто, это не значит, что кроме этого ничего больше не будет. Игра надолго. То есть, если вы за нее засеете, вы не думаете, что вы за деньок-два пройдете. Вы будете в нее играть где-то, ну, полмесяца минимум. Так, что это? Это, похоже, сохранение какое-то. Подожди, а что там сзади? Сзади у нас обвал. Тут, похоже, какая-то постройка была, но теперь тут просто какая-то шляпа. Так, отлично. И что мне это дает? Возможно, мне как-то нужно ей стрелять, я не знаю. Нет. Так, что мне делать? Карта указывает туда, как-то мне с этим нужно разобраться, но как? Радар показывает именно на нее. А, вот, понятно. У нас появилась пушечка, видимо. Ага, довольно-таки странненькая. Хорошо, как мне теперь отсюда выйдется? Так, отлично. Пушка. Ты, конечно, хорошо, что ты есть у меня теперь. Но, блин, как мне выбраться отсюда? У меня просто перестала машинка летать. Это нормально? Или как? Что мне делать? Почему я застрял? Так, ладно, сейчас разберемся, ребят. Не психуйте. Вы знаете, у меня затупы постоянно бывают. Я такой. Я люблю затупы. Я сам тупой. Я пошутил, конечно. Так, я не знаю. Может, я баг какой схватил? У меня первым делом, как что, я сразу думаю, что баг. Не то, что я до чего-то не допер, а что баг. Но у меня кораблик не хочет улетать. Ладно. Уважаемый, выпусти меня, пожалуйста. Так, мне нужно... О, куда мне нужно? Офигеть. И как я туда попаду? То есть, мне нужно сейчас как-то вот так возвращаться. Так, вообще, мне кажется, что я сейчас должен летать. Но она просто на самом деле глюканула что-то. Так, ну вот, показывает инвентарь. А, мне сейчас ходки и нужно. Понятно. Ну, простите меня. Простите. Ты у нас будешь на треугольнике. А ты у нас будешь... Вот, все хорошо. Глюки, глюки, я как обычно. А ты у нас будешь на крестике. Понятно. И теперь я их могу по-быстрому менять. Удобно. Так, все, пошли вон. Братюня, пойдем воевать. Так, destination. Ну, destination я понял, что где-то вот здесь. Сюда мы, я наверное, думаю, часик через три где-то попадем. Хотя, может, быстрее. Короче, о чем я говорил-то? Четыре прохождения просто со страшной силой жжут время. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы делать четыре прохождения за раз. Поэтому я не уверен, что я в эту игру в ближайшее время поиграю. Как пройду, либо Max Payne, либо Grimrock, я помаленько успокоюсь. У меня появится чуть-чуть свободного времени сейчас, потому что просто на интернет времени нет. И уже смогу поиграть в нее. А пока что, видимо, не судьба. Так, ребята, вы мне поможете? Ой-ой-ой. Так, это, похоже, нужно отбивать. Ребята у нас рассыпались на запчасти. Нужно приучаться к целиться, потому что целиться на аналоге довольно непривычно. А это, похоже, как жизни, да? То есть, увидели, он весь разрушенный был, а как на этот одуванчик налетел, так и жизни у него прибавилось жизни. Так, мы второго нашего сотоварища потеряли. Это печально. Так, ладно. В игре куча секретиков. Но это, я так понимаю, не они. Ходим. Так, тихо. Это что такое? А он хочет меня съесть? Ну-ка. Да нет. Хе-хе-хе. Не хочет вроде. Ну-ка, лежать. Так, ладно. А это что такое? Типа мина? Или что это? Концепт арта. А, это понятно. Всякие коллектиблс. Так, куда летим? Скорее всего, куда-то сюда. Давай-то вниз попробуем. Внизу, возможно, у нас что-то хорошее есть. Выглядит, то есть, игра, по-моему, просто прекрасно. Играется тоже очень хорошо. Поверьте мне на слово. Потому что управлять этим корабликом, ввиду того, что физика здесь очень хорошая, вот просто вот, когда задеваешь за всякие шняшки, это все очень круто выглядит. Тихо. Тут у нас завал. Так, братья, я хочу такую же ручку, как у тебя. Ты мне не подаришь? Ну, а где мне ее взять? Видимо, где-то в этой стороне. Ой, братень. Ну ладно, нашим легче. Так, теперь у нас есть манипулятор, похоже, да? Е-е-е. Крутая штука. Так. Ну-ка. Ой, на меня-то сверху не нужно. Что ж ты делаешь, Ир, это ты эдакий. Это у нас починка, я так понял. Ну-ка. Давай, пойдем со мной, девушка. Так, ладно. Прикольный ход. Блин, ребята, ну вот я даже не знаю, что-то еще показывать. Все любители хороших игр, качественных развлечений, в общем. Не тупо там. Ладно. Не буду ничего говорить. Короче говоря, я надеюсь, что вы пойдете после этого видеть видео. Прикупите себе эту игру. Не скачайте, именно прикупите. Такие дела. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Так, ладно. Так, подожди, мне нужен... Давайте отступим. Мне нужно на этот манипулятор повесить на кнопку B. Чтобы, если что... Если вдруг чего... Ой, тут у нас еще что-то. Еще игра, кстати, напоминает очень сильно Pixel Junk Shooter. Очень такой годный эксклюзив в PlayStation Network, или как она теперь называется, Sony Entertainment Network. Тоже доставила кучу удовольствия, тоже была крайне необычной. Так, а я могу на него это уронить, нет? Или я просто загородил? Ну ладно. Тоже неплохо. Здоровье у меня полное, так что мне эти цветочки не нужны. Давайте тут посмотрим. Пока что все довольно просто. Но опять же, это пока что. Так. Come with me. Нет. Блин, какой эхо тут гуляет. А что мне тут делать? Это он цеплять не хочет. А, может мне вот так? Вот, хорошо. Так, отлично. Так, хватай. Блин, рука вообще... Рука просто очень годная. Так, и теперь мы сможем оттуда обойти, да? Давай, давай. Я могу ее схватить, нет? Так, подожди. Блин. Иди обратно. Он рука вообще доставляет. Так, это у нас очередной чекпоинт. И мы выбрались куда-то на поверхность, я так понимаю. Так, ну-ка. Там у нас кто-то летает. У людей паника, похоже, просто. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Наверняка что-то хорошее. Какие-то елочки местные. Понятно, уходят наверх в туман. Блин, ну это круто. Было бы у меня время, я бы, конечно, засел из-за нее. А так придется пока отложить долгий ящик. Потому что игры такого плана я обожаю. Так, ты кто такой? Ну ладно. Ой, блин, ты посмотри, какая пакость. Ну-ка, дорога. Давай-давай, пошел-пошел-пошел-пошел-пошел. Шикарно. Ой, это что такое? Так, тихо-тихо-тихо. Ну-ка, подожди. Эта дама танцует со мной. Хорошо. Что это нам дает? Отлично. То есть мы в само солнце полетели. Понятно. Там, я думаю, все будет еще хуже. Достижения открыты. Complete Homeworld. Так, давайте сразу посмотрим карту. Да. Вот, собственно, оно и есть. А Homeworld у нас не такой уж и большой оказался. Так, ну что. Остальное, я думаю, я оставлю для вас. То есть, если вам понравилось, то вы сами уже, я думаю, заинтересовались. И как минимум, я не знаю, побежите искать эту игру. Я вам категорически советую. Я редко кому что советую. Но вот эту игру я вам советую купить. Она того стоит до каждой копейки. 300 рублей. Не такие большие деньги. Эта игра стоит своих денег. Поверьте уж мне на слово. Не зря она получила там десятки, даже чуть ли не сотни наград. По-моему, у нее что-то порядка 85, что ли, наград от разнообразных изданий. В плане инноваций, в плане визуального стиля, в плане именно геймплея разнообразного. Тут, поверьте, чего только не произойдет. Короче говоря, вот такие вещи я вам советую. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok